Продолжение следует... Мы с вами в прошлый раз поговорили, и я хочу только сделать одно маленькое, такое небольшое, еще заключительное замечание. Оно будет состоять в следующем. Все-таки, а чем же объяснить, что все время язычники во всех языческих религиях присутствовало вот это учение о боговоплощениях? Ведь нельзя же полагать, что это было какой-то случайностью, непонятно откуда происшедшей. По-моему, причина была в следующем. Что, во-первых, вот эта мысль про откровение, назовем так его, про откровение, мысль, которая звучит уже в первых библейских словах, «то и тебя будет, помните, жалю в питу, а ты будешь блюсти его главу». То есть, есть основания полагать, что откровение о будущем Спасителе, который придет на землю Спасителе, сохранялось, как-то сохранялось. Кстати, сохранялось во всех народах. В этом отношении есть очень интересные исследования. Вот, например, у епископа Хрисанфа, где он говорит о религиях, древнем мире в отношении к христианству. У других исследователей говорят, что даже у так называемых диких племен всюду находится отголосок, вы знаете, вот этой идеи о том, что должен прийти какой-то избавитель. Должен прийти Спаситель мира. И этот Спаситель мира не просто обычный человек, а это именно Бог-Спаситель. И вот эта вот мысль с одной стороны, о том, что Бог должен, Бог-Спаситель прийти, с другой стороны, интуитивная, если хотите, потребность, ощущение необходимости божественного спасения, божественной помощи даже человеку, вот она и выразилась в вот этих мифах о Боговоплощении. Вы знаете, я вот такой образ предлагаю, чтобы лучше было понять эту мысль. Девочка, посмотрите, вот дети. Чем играет мальчишка и чем занимается девочка? Маленькая ещё, совсем. Маленькая девочка уже ей подавай куклу. Она ничего не понимает, но она играет именно в куклы. Она её нянчит, она её возит и с ней, в общем, занимается и так далее. Представьте себе, что она понимает? Ничего, но уже играет в куклу. И какая разница между её сознанием и сознанием той женщины, которая же, выйдя замуж, имеет ребёнка? Вот приблизительно соотношение между языческими вот этими мифами о Боговоплощении и реальным явлением Бога Слова Воплощённого – детская кукла и ребёнок, ребёнок уже взрослой женщины. Вот почему и Христос называется завершением закона. Закона. То есть, его осуществлением этого закона. Осуществлением вот той, наконец, воплощением вот той надежды, той идеи, того откровения, которое жило в человечестве. И выражалось подчас вот таких разнообразных форм, несовершенных, иногда глупо, но выражалось. И, наконец, пришёл Он – Избавитель. Вот этот образ, друзья мои, я думаю, он очень хорошо показывает соотношение между язычеством и христианством. Языческими куклами и христианским рождением, рождением вот Бога Слова Воплощённого. Вот так. Вот этим образом мне хотелось закончить эту с вами тему. Различие между христианским учением Бога и воплощением языческим мы с вами уже так сумели посмотреть и ещё раз убедиться в том, насколько новым является христианское учение. И опять всё тот же вопрос. Откуда? Откуда эта идея? Нигде мы не находим этой идеи. Ещё один аргумент, свидетельствующий о том, что наша христианская религия неземного происхождения возникла не от вспотения ума, не от каких-то фантазий, а действительно она возникла на основе исторического факта вот, явления Бога. Именно какого Бога? Воплощённого, вочеловечившегося. Потому что учение это действительно беспрецедентное. Я вам привёл высказку таких двух, я бы сказал, ну, классиков, что ли, атеизма. Вот Ранович, потом Энгельс. Они в полном недоумении. Откуда это? Как это возникло? Ничего понять не могут. Почему? Ничего общего-то нет. Кроме слова Бога воплощения, дальше всё начинается другое. Вот ещё раз вам говорю, друзья мои, вы обратили внимание, вот тема за темой. Мы с вами проходим, и посмотрите, какие объективные аргументы, объективные, слышите, независимо от веры нашей, объективные аргументы, показывающие, что христианство своим истоком имеет не землю, а небо. А этот вопрос является сейчас очень актуальным. К нам всё чаще предъявляются претензии, почему вы считаете свою религией истинной, почему вы не считаете другие религии такими же истинными, в этом смысле равноправными, то есть в плане истины? Мы отвечаем. У нас есть объективные аргументы. Если у вас есть какие, пожалуйста, с удовольствием выслушаем. Покажите. Покажите. С удовольствием выслушаем. Нет их. Вот интересно. Нет их. Этих объективных аргументов. Христианство одно за другим. Все до одной истины христианские поразительно отличны от всего того, что мы видим в истории религиозного сознания человечества. Все истины. Ну, хорошо, друзья. И вот сегодня я хочу с вами начать еще один вопрос. Вопрос, который также покажет нам, покажет на то, чем является христианство. Это вопрос, кажется, центральный для вообще человеческого сознания. Это вопрос о спасении. Сразу хочу вам сказать, что когда мы говорим о спасении, то не думайте, что это вопрос специфически религиозный или, тем более, специфически только христианский. Ничего подобного. Это вопрос, который из начала человечества стоит, только по-разному выражается в нерелигиозных и религиозных формах. Ведь посмотрите, все люди мечтают о рае на земле. Сколько преданий интересных о Золотом веке. Правда, Золотой век, говорит, это тот, тот, который когда-то был. То есть, вы знаете, вот осталось все-таки вот это ощущение, когда первые люди были в раю. Все-таки осталось. Адам и Ева говорили своим детям. Говорили, что можно было сказать. Передавали же им. Вот. А поскольку это что-то необычное по сравнению с нашими земными условиями, то я думаю, что это поразительное сообщение, оно и передавалось из поколения в поколение. Кстати, хочу вам сказать, что теперь у нас с вами память ничтожная. Пока не было вот письменности у народов, не имевших письменности, или у которых там письменность была только у какой-то элиты, память была поразительная. Говорят, не знаю, ну, как это проверить, но, видимо, проверяли каким-то образом. Говорят, что, например, сказки могут передаваться в течение сотен лет, даже тысячи лет. Говорят, некоторые сказки, прослеживаются арабские сказки в течение тысячи лет. Передаются из уст в уста. Запоминаются и передаются. И вот эти интересные истории, сказания, они передаются. Так вот, о спасении. Когда мы употребляем это слово спасение, то, оказывается, сама идея спасения изначально в человеческом роде. Все мечтают о возвращении того утраченного золотого века, в котором жили первые люди. Это с одной стороны. С другой. Почему эта идея постоянно присутствует? Всегда в своей общей, так сказать, что ли, в этой массе, всегда люди ощущают некую неудовлетворенность тем, что имеют сейчас. Ведь чем обусловлены революции, войны, перестройки? Чем? Тем, что недовольны этим состоянием. Ждут избавиться от того недолжного, от того недостаточного, что имеем сейчас. Хотят лучшего. Поэтому в религии это называется спасением. В нерелигиях называют как угодно. Неважно. Построением коммунизма, да, или социально справедливого и жизнеустойчивого общества. Неважно как. Но сама идея спасения присутствует всюду. Вот это первое и важное. Религия в данном случае имеет только одну специфику. О чем, что подразумевается под спасением. Вот. Поэтому в данном случае я бы и хотел вам сказать, что если мы обратимся к языческому пониманию спасения, то здесь мы находим две основные разновидности. Они таковые. поскольку язычество может быть может быть религиозным, а может быть нерелигиозным. То есть атеизм. Атеизм – это же язычество. Настоящее же язычество. Так? То есть в зависимости от этого и сама идея спасения понимается по-разному. В религиозном язычестве спасение понимается или спиритуалистически, то есть когда присутствует идея о необходимости избавления личности от зависимости от всего материального. Ну, помните, мы у Филона, у тех же стойков даже, особенно у Филона, видите, оказывается, тело – это тюрьма для души. Возьмите индуизм, брахманизм, буддизм. Возьмите. Там то же самое. Там задача духа, духа, индивидуального духа освободиться от связи с сансарой, то есть вот с этим, опять-таки, видимым иллюзорным миром. Вот это можно назвать спасением спиритуалистическим. Почему? Речь идет только о душе. Тело, как таковое, не рассматривается, принимает свое внимание совсем в другом плане, чисто отрицательно. Есть другое язычество, религиозное тоже язычество, но которое признает идею Бога, признает даже богов, учат о полиэтеизме, много даже Божие, но которые видят спасение в том, чтобы с помощью этих богов достичь максимального благополучия в этой жизни. Если вы вот обратитесь, например, к греческой мифологии, к римской, то там все внимание обращено на эту жизнь. Та жизнь, которая не отрицается, рассматривается как худшее состояние из всего, что может быть. Где-то, где-то у Гомеры даже есть один из героев, Ахиллес говорит, «Я лучше предпочел бы быть на земле последним паденщиком, нежели здесь, здесь, в Аиде, в аду, быть, быть вот тем, кто я тут есть, каким-то, ну, начальником или вождем, или, ну, кто он есть, неважно. Только бы на земле быть, хотя бы последним паденщиком». То есть вот это мрачное представление о той жизни. Поэтому вот это язычество религиозное с его совсем многобожиими культами основной своей идеей имеет, что помощь богов в этой земной жизни. Спасение заключается в чём? В освобождении от несчастий разного рода, от болезней, от поражений в войнах и так далее. То есть спасение, в конечном счёте, от смерти, хотя смерть неминуема. Кстати, в этом поразительная близорукость даже религиозного язычества. Ну, а нерелигиозное язычество, под которым мы разумеем вот эти философские концепции материализма, атеизма, они вообще представляют нам картину не менее, ещё более даже странную. В них идея-то какова? Зная точно, что смерть неминуема для каждого человека, все усилия человека в то же время направлены на то, чтобы здесь, здесь что-то схватить, здесь что-то получить. Причём каким путём? Часто путём жестоких страданий других людей. Часто, не всегда, но часто. Поэтому мы видим, что история человечества наполнена кровью, непрерывной кровью, непрерывное завоевание, войны, убийства и насилия. Вот так. Собственно, ничем не отличается от этого восприятия идеи спасения так называемое гуманистическое понимание, гуманизм. Гуманизм без Бога – это и есть тот же материализм. Только здесь пытаются одеть его в хорошие такие приятные одежды. Человек, человеку Бог есть. Представляете, как звучит здорово. Бог есть, он для меня до тех пор, пока он меня по головке гладит. Как только против шерсти, я готов ему нож в сердце воткнуть. Вот и весь гуманизм. И все. Посмотрите, эпоха гуманистическая, начиная с эпохи, тоже сразу это возрождение. Посмотрите, что всю историю нарастают эти кровопролития. Где-то в середине, в середине, может быть, второго тысячелетия думали, мечтали, что к 20 веку уже будет рай на земле. Никто не сомневался, что оказалось, 20 век залил кровью буквально чуть ли не весь мир. Вот вам достижение гуманизма. Достижение чего? Вот этой идеи спасения без Бога. Но эта идея очень настойчива. Построить рай на земле очень настойчива. И я вам скажу, что к этому наш глобус идет к построению такого жизнеустойчивого, жизнеспособного общества. Идет. Христианство говорит об этом, называет эпохой Антихриста, но предупреждает, что это будет мрак и рабство. И действительно, человечество идет именно к этому рабству. Мы видим, как с помощью только технических средств все больше и больше порабощается человеческое сознание, и это расширяется по всему земному шару. Уже откровенно, совершенно, понимаете, это поразительно, до какого цинизма дойти. Совершенно откровенно говорят, что для того, чтобы земля существовала нормально, и чтобы все функционировало нормально, достаточно только одного миллиарда людей. Те пять миллиардов, которые сейчас есть, это лишние рты. Вы понимаете? И пока еще эти высокие умы только думают, когда и как избавиться от этих пяти миллиардов. И каких, конечно, и каких? Какие, может быть, народы нужно полностью уничтожить? От каких народов оставить рабов? Какие народы или какой народ оставить господами? Это вопрос уже другой. Миллиард – это абсолютно оптимальное число. Так сейчас, так, так, с их точки зрения показывают эти подсчеты. Миллиард. Среди миллиарда будут господа и будут рабы. Причем, рабы, конечно, будут такие, которые никогда не ощущали такого рабства в истории человечества. Что раньше? Ну, кандалы. Верно? Теперь никаких кандалов не будет. Теперь будет все управление радиоуправлением. Ни один человек никуда не сбежит. Все его слова до последнего будут слышны. Никаких заговоров невозможно осуществить будет. Ничего. Все компьютеризируется. Вся информация налицо о каждом. Не исключено, что... Не исключено, считают, что, в конце концов, возможно достижение чтения мыслей. Тогда вообще дойдет до кошмара. Даже помыслить нельзя что-либо противное существующее существующему строю, существующему царю Вселенной. Даже помыслить нельзя, потому что тут же этот человек будет казнен без всякого милосердия. И очень возможно, что эти казни будут очень жестокими, с приказом смотреть всем, чтобы все знали, что будет с каждым человеком, который помыслит что-то противное этому гуманнейшему человеку, культуртрегеру, который принесет рай на землю. Вообще, гуманистический вот этот идеал, когда-то он не предполагал этого. Когда-то он, конечно, думал о том, что действительно люди могут быть счастливы, создать счастливое общество. Помните девиз Великой Французской Революции? Свобода, равенство, братство. Какая насмешка! Какая возможность свобода, равенство и братство, когда... Помните Дедушка Крылов, как великолепно это показал? Все это братство. Полкан с Барбосом и кто там, да, клялись друг другу в вечной дружбе. И надо же случиться было, что в это время хозяин кость выкинул. И все! И полетели клочья шерсти, вонзили зубами друг в друга. Да здравствует братство и любовь! Да. Предлагает и совершенно свою идею, особую идею, конечно, предлагает христианство. И вот мы с вами тут должны посмотреть, чем отличается христианское понимание от всех других. Я вам скажу, даже в иудаизме кажется, начало истоки, которое, кажется, было ветхозаветное откровение, и то после пришествия Христа, какие совершились радикальные перемены. Отец Александр Мень, ведь что писал? Я вам скажу, удивительные вещи он написал. Нередко писал он, понятие Царства Божия связывали, он говорит, в прошедшем почему-то виде, но это уж вопрос другой. Не связывали, конечно, связывали, связывают и будут связывать. Нередко понятие Царства Божия связывали в иудаизме с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Это вот пишет наш современник, который прекрасно знаком с аудаизмом, он сам еврей, вот, к нему на приходе, в основном его паства была из евреев, да, и он великолепно знал настроение своей паства и знал, каковы, так сказать, цели и чем, каким духом живет, да. вот в этом, в этом плане я вам скажу, что как-то совершенно не учитывают вот эти идеологи вот этого направления, этого языческого направления, не учитывают совершенно того, что они делают. Вот сколько раз приходилось встречаться с людьми науки, и они говорят все в один голос одно и то. Знаете, что они говорят? Политики не хотят нас слушать. Мы же говорим, что нельзя продолжать промышленную деятельность, вот этот научно-технический прогресс развивать вот так, как идет сейчас. Так нельзя. Мы прямо идем в пропасть. Какой-то абсолют не слушают. Просто не хотят слушать. Хотя совершенно очевидно, что связано с научно-техническим прогрессом в наши дни уже очевидно. Раньше еще только предполагали. Теперь совершенно очевидно. Уже. И это говорят, я бы сказал, ну, все действительно большие, значимые ученые с полным убеждением. Вот, например, вот, который я очень часто цитирую, академик Моисеев писал. Вам это надо знать. Человечество, как биологический вид, смертно. И в этом смысле конец человеческой жизни, истории, конец человеческой истории однажды наступит. Конец человеческой истории наступит. Слышите? Мечты-то какие! Мы бесконечно будем жить. И дальше пишет. И наступит не в каком-нибудь совершенно неопределенном будущем, а может быть уже в середине 21-го века. То есть, того, которым мы живем. Это он-то. Это советский ученый. Вы слышите? Глобальная катастрофа, он же пишет, может подкрасться совершенно незаметно и разразиться совершенно неожиданно и столь стремительно, что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить. Вы слышите, о чем предупреждают? Не слушают. Поразительно. Даже не хотят думать об этом. Все заняты гонкой, вот этой гонкой какой-то. Развитие научно-техническим прогрессом, материальным благополучием, удобствами, комфортным. Совершенно не смотрят, а что стоит за этим? Что мы за это получаем? Один очень хорошо сказал. Мы получаем вот что. Делаем богатыми отцов, то есть себя, и нищими детей. Все же выкачивается. мало того, что выкачиваются все полезные ископаемые. Ладно, может быть, чем-то заменят. Главное, все отравляется, все уничтожается. Вот что беда-то. Уже сколько научно-фантастических романов, в которых повторяется один и тот же сюжет. Какой? Подлетают инопланетяне, смотрят какой-то голубой шарик. А, это планета? Так, Земля. Интересно. Может быть, мы туда сейчас совершим посадку? Так, быстро проверяют? А, нет, там уже жизнь невозможна. Туда приземляться опасно. Там уже все отравлено. Да, именно это и происходит. Что происходит именно сильнейшая деградация всей биологии, всей биосферы Земли. И это действует катастрофически на людей. Все больше людей, все больше людей рождается больными, психически нездоровыми. Люди вырождаются. Происходит все большее количество мутаций. А мутации положительных практически не бывает же. Вы же знаете, мутации положительных не бывает. Мутация – это что такое? Представьте себе, великолепное из кубиков сложное какое-то сооружение и какой-то мальчишка, хулиган, как запустил туда камнем. Бах! Что вы думаете, перегруппируются эти кубики и будут еще лучшее архитектурное сооружение, да? Почти это невероятно. Вот это и происходит с нами. Мутации все увеличивается и они же передаются наследственным путем. То есть и человечество вырождается. И этому, кстати, очень интенсивно способствует научно-технический прогресс. Так что идея спасения в язычестве, вы видите, чем она оборачивается? Очень хороший образ, который вот когда-то я встретил, да, и мне очень он понравился. Этот образ какой? Змия, который заглатывает свой хвост. Но змия растет. он растет при этом и все глубже заглатывает. Действительно, остается только одно. Мы не знаем, когда он подавится самим собой. Вот то, о чем пишет академик Моисеев, что глобальная катастрофа может подкрасться совершенно незаметно и разразиться совершенно неожиданно. И столь стремительно, что никакие уже средства не помогут. Сейчас уже происходит очень много необратимых процессов. Необратимых. То есть, которые нельзя исцелить. Вот. Фактов, вы знаете, огромное количество. Вот жалко, я не получил этот сборник. Однажды было заседание очень интересное президиума Академии наук. Вот. Я там был. Да, очень жалко, потому что там фактически материал просто потрясающий. Я вам скажу, что происходит у нас на земле. Что происходит с воздухом, с землей, с подземельем, с водой. Мы загрязняем уже источники подземные. То есть, это последний источник, если хотите, действительно, живой воды. Всё уничтожаем. Наступление пусты. Уничтожение происходит с огромной скоростью уничтожения видов. Животных, птиц, насекомых. Там. И всё. Причём ниши, помните ещё Торичелева, пустота, что природа не терпит пустоты. Действительно, эти ниши, вместо погибших, вот этих видов, естественно, возникают какие-то мутации разных бактерий. Вообще ужасные эти вещи, с которыми человечество не знает, не знает, что делать. Только найдёт способ справиться с одним, как уже целый веер других. Вот ведь беда какая. Вот такова ситуация спасения, спасения языческое, или, если хотите, гуманистическое. И, наверное, мы скоро придём к воцарению единого, единого лица, который объединит все государства мира, создаст одно государство. Самое печальное при этом, вы знаете, самое печальное, это вот те пророческие слова, которые я прочитал, ну, вы все знаете, в письмах у Игнатия Бринчанинова, когда он совершенно решительно пишет, что наш народ может и должен сделаться орудием этого гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Вот это самое печальное. и действительно, вы видите, какие масштабы сейчас. Он молит, моление это в Тайнинской. Спрашивает меня, как вы? Я говорю, а за... вы молитесь, да, за убийство какого императора? Александра Второго, да? Он смотрит меня в недоумении. Я говорю, так у него же, оторвал ноги, он два или три часа страдал, прежде чем скончался. Может, Павла Первого, от которого требовали отречения от престола. Он отказался, его зарезали. Петра Третьего, которого задушил там граф Арно, все помазанники, я говорю. Почему это у вас друг один Николай Второй? Они даже не понимают. Даже не понимают. Я говорю, как над вами смеются люди? То есть, какие люди? Все идеологи, политики, которые рассчитывают, не зная на что, на наше скудоумие, что ли? И вот устраивают эти вещи бедные люди, каются. Я говорю, тогда вы кайтесь не в грехе убийства царя, а в грехе убийства Авеля. Кайтесь. Вот, надо начинать с кого? Что же вы так запоздали-то? Нехорошо. Ну, ладно, это вопрос другой. Так вот, вам понятно, что из себя представляет идея спасения? Это материализм, это попытка устройства рая на земле, причем рая, под раем, что, разумеется, вот этот комфорт окружающей жизни. И, оказывается, парадоксальная вещь, что чем больше люди стремятся устроить здесь благоденствие на земле, забыв, забыв о душе своей, забыв о страстях, если хотите, своих, забыв о нравственных ценностях, чем больше стремятся, тем дальше попадает вглубь тех дебрей, из которых уже возврата нет. Не понимает ослепление какое-то, ученые кричат, никто не слушает, но зато лезут в небеса. Отсюда вам понятно и учение о спасителе. Кто может быть спасителем в язычестве? Совершенно ясно. Это тот человек, который, в конце концов, даст благо на земле. Я вам уже сказал, совершенно понятна эта вещь. Идеи порождают соответствующие личности. Тот, который оставит миллиард, видимо, на земле, из них 900 миллионов рабов, которые будут обслуживать, там, не знаю, 100 миллионов или 50 миллионов хозяев. Неважно. Вот спасителем будет оказываться вот эта личность, которая объединит, в конце концов, землю в одно. Будет достигнута цель, о которой писал Игнатий Вринчинин, который, наконец, осуществит мысль, о всемирной монархии. Вот кто будет спаситель. Кстати, о нем писал об этом спасителе Флоренский, отец Павел. О, если бы почитали. Вы, наверное, тогда были в актовом зале, когда отец Павел читал доклад о государственном устройстве. Это идея отец Павла Флоренского. там черты, которыми он наделяет и которыми должен обладать этот властитель. Прямо черты, один к одному антихрист. Он должен быть выше всех этих норм добра и зла. Поразительно просто. Страшные черты. Удивительно, что это отец Павел так соскочил туда просто даже странно и очень жалко. Да. Ну, ладно. А вот христианское какое учение о спасении и о спасителе. Христианство все внимание обращает на источник человеческой деятельности, человеческого творчества. Этим источником является состояние души человеческой. Душа человеческая, дух творит себе формы. Какова будет душа, такова будет и деятельность. Это, друзья мои, вот это элементарная истина. И вы посмотрите, как она отвергается. Христос прямо говорит Иван, не может из одного источника течь вода горькая и сладкая. И апостол это Яков, помните, пишет. Не может же. Или, или дерево узнается по плодам. Поэтому видим, что христианство все внимание обращает на исцеление души человеческой. Призывает к этому исцелению. Указывает средства к этому исцелению. Путь указывает к этому исцелению. Все внимание обращает человек. Только когда ты сам станешь добрым, святым и чистым, тогда только и твоя деятельность будет носить точно такой же характер. В противном случае ничего ты не сделаешь. Весь порабощенный страстям и греху ты никогда не принесешь добра на землю. Вот это, если хотите, это христианское утверждение, христианская истина. Отсюда и спасителем кто является в христианстве. Я надеюсь, вот теперь мы понимаем, почему Христос-то является спасителем. Почему он не стал никаким там царем, фараоном, императором? Почему не стал он властителем мирским? Он обратил внимание на источник, как опытный врач, который лечит не просто, знаете ли, мажет. Вот появился у человека вот тут аллергия. Глупый, что он? Давайте мазать. Ну, мажьте. А у человека и больше, и больше, и больше. Опытный врач начинает искать, так, от чего это происходит? И находит, ах, у вас от апфельсинчиков или от мордоринчиков. Вот, оказывается, от чего. Прекратите это, их есть. И человек выздоровел. Видите, источник, очень важно найти источник. Так вот, оказывается, сам Бог, Бог, Христос указывает, что этим источником является состояние человеческой души. Потому Христос всей своей проповеди только-только и призывает людям блаженно чистое сердце. Показывает свойства той обновленной души, показывает путь, как прийти к этому обновлению. Святые отцы даже термин такой, знаете ли, вот, новый нашли. О, боженее человека! Вот, где благо для человека! Вот, на что он направил. Поэтому, вот, для мирских людей совершенно непонятно, почему Христос и апостол нигде не выступают против рабства. Кажется, несправедливейший строй. Раб – это животное, буквально, с которым можно сделать было все, что угодно. Почему? Не понимаю. По очень простой причине. По очень простой причине. До тех пор, пока я остаюсь жестоким человеком, так, пусть он теперь у меня не раб, пусть он у меня будет подчиненный. И он у меня будет на положении раба. Человек страдает, у него детей много, а он даже внимания не обращает. Вот тебе пять тысяч в месяц и живи как хочешь. Он раб? Нет, нет, он свободный, свободный. Только этому свободному идти некуда. Пока не будет исцелена душа человеческая, то есть, пока человек не будет стремиться к этому исцелению, ничего не поможет. Никакое изменение строя не поможет. Вот в чем дело-то. Поэтому все вот эти революции связаны с жестокостями и кровопролитиями, к чему они приводили-то? Рабы становились господами, а господа рабами. больше ничего страсти, господство страстей. Поэтому и спасителям, посмотрите, это удивительное дело, спаситель, Иисус Христос был никем в плане социальном. Он призывал только вот к истине, посмотрите, вот суть вещей, люди, вот где спасение, вот где исцеление, вот где благо, в осуществлении закона любви. без этого осуществления не будет никогда блага на земле. Это утопия, это фантазии человеческие, что мы, будучи злыми, можем оказаться, оказывается, создать общество святости и добра. Какая чушь! Да невозможно это! Злово обязательно выразит себя. Итак, все внимание Христово было обращено на душу человеческую. Вот, оказывается, в чем причина, почему он не стал никем, никаким великим этого мира. Это ответ, это очень важный, друзья мои, ответка, и вам придется, я уверен, с этим вопросом сталкиваться, вам придется отвечать на это. Вот где решение, действительно решение, задача. А уже как происходит оно, как осуществляется оно, вот это очень важное, это очень важное, вот это тема, о которой действительно нужно, может быть, нам удастся, может быть, с вами поговорить, это тема об основах духовной жизни человека. так, как оно дается православным христианством. Именно уже я вынужден сказать православным христианством, поскольку в других конфессиях уже глубоко извратили и это, то есть, самое главное, что нужно для человека. Итак, христианский спаситель, не царь земной, как и сказал Христос, мое царство не от мира сего. Это царь над своей душою, это царь, который указывает средства, силы и методы, и методы борьбы с тем злом, которые, которые присутствуют в человеке. о святых отцов и в священном писании употребляется мы находим множество терминов, которыми описывается вот то, что совершил Христос. очень много. Посмотрите, я вот выписывал и смотрю так, исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Наконец, святые отцы даже такой термин предложили – обожение. Видите, сколько, как много различных понятий, с помощью которых Священное Писание говорит нам о том, что совершил Господь ради нас. Я говорю, Господь Иисус Христос. И вот это нам нужно с вами как-то понять. Знаете, почему я привожу эти все термины – потому что, если вы обратитесь к истории, особенно к истории вот этого второго тысячелетия, то вы найдёте, обнаружите интересный момент, что три основных христианских конфессии, будем говорить так, православие, католицизм и протестантизм, я выражаю сейчас экуменическим языком, так, они сделали акцент, каждый из них на одном из этих понятий, признавая все прочие, но особый акцент выбрали, на одном сделали понятие, выбрали одно из них, как сейчас основного понятия. И вот интересно, что в католицизме центральным понятием в этом плане является понятие искупления. В протестантизме этим главным понятием, выражающим идею спасения, является термин оправдание. Православие главным понятием при употреблении всех других, главным понятием является понятие спасения. И, вы знаете, это не случайно, потому что, оказывается, за этими терминами стоят целые концепции, если хотите, целые религиозные мировоззрения, которые показывают, показывают, какие различия существуют между православным, католическим и протестантским пониманием спасения. Понимание спасения в двух планах. Первое, что совершил Христос? Второе, что требуется от человека для того, чтобы получить это спасение? Потому что основным христианским принципом является принцип Явлёправославия синергизма. То есть, ни Бог не может спасти человека сам без человека, без соизволения человека, без свободы человека, ни тем более человек не может спастись без Бога. Это пелагеанство, помните, осуждённые предавным-давно. И то, и другое нет. Оказывается, происходит нечто удивительное, удивительное вот это вот сочетание соработничества, сотрудничества человека и Бога. Вот это поэтому греческое слово синергия как раз выражает самый стержень, если хотите, вот этой христианской веры, касающейся вопроса спасения. Так вот, для того, чтобы, друзья мои, теперь как-то взвесить и попытаться понять, что же совершил Христос для нас. Первый вопрос, что Он для нас совершил. Второй вопрос, повторяю ещё раз, что мы должны делать. Итак, первый вопрос, что совершил для нас Христос? Что подрезается под этими словами спасения, искупления, оправдания? Я беру эти три основных. Знаете, вот для того, чтобы, оказывается, это понять, оказывается, здесь нужно выяснить некоторые вещи, иначе невозможно будет говорить. Какие? Вы увидите это почему. Первое. Мы говорим, что Бог Слово воспринял человека, человеческую природу. И, вы знаете, уже здесь сразу возник вопрос. Для того, чтобы правильно понять, что совершил Христос, чтобы правильно понять, мы сразу должны понять, а какую человеческую природу Он воспринял? Уже исцелённую, то есть первозданного человека или нашу повреждённую? Ведь вы знаете, тут какая вещь-то происходит. Если первозданную, то есть чистую, непорочную, тогда возникает вопрос, а что же тогда Он спас? Что Он исцелил? тут уже спасать нечего, уже всё исцелено. Если Он в Боговоплощении уже исцелил эту природу, тогда что же Он спас? Тогда понимание спасения уже приобретает совсем другой характер. Знать, не человеческую Он спас природу, не её исцелил, а что-то происходит другое, и, оказывается, католичество и предлагает это, и говорит, да, да, Он просто принёс, принёс Богу Отцу жертву за нас. Он нас искупил, выкупил. Я сейчас пока не анализирую ничего. Или, как говорят реформаты, реформаторы, протестанты, Он оправдал нас, Он принял первозданную непорочную, исцелил Богу воплощение, исцелил её. Православные отцы, мы будем этим с вами заниматься, просто в подавляющем большинстве, именно в подавляющем, пишут о том, что Бог Слова воспринял нашу повреждённую природу и своим актом жертвы восстановил исцелил, исцелил, её. Потому что Он воспринял не человека Иисуса, а человеческую природу. Вот видите, концепции. Вот сразу же вам понятно? Я просто вам объясняю, чтобы было понятно, почему для нас важно посмотреть, какую же природу воспринял, что говорят святые отцы, как они говорят по этому вопросу. Итак, это первый вопрос. Вот. Поэтому нам придётся с вами немножко поговорить о чём? Какова же это была природа до грехопадения человека? Какой она стала после грехопадения? И уже дальше тогда мы сможем сможем уже правда поговорить о грехе, что такое грех. Оказывается, это тоже вопрос. Мы так привыкли кидаться словом грех. Оказывается, нет. Тут придётся опять порассуждать. Опять придётся. Особенно много споров, дискуссий вызывает понятие первородного греха. Мы об этом поговорим. Что это такое? Как святые отцы смотрят на это дело? И уже потом только мы можем говорить о человеческой природе Иисуса Христа, чтобы понять Его жертву. В чём суть Его жертвы? Потому что это вопрос к нам, друзья мои, постоянный. Постоянный вопрос. Что означает Его жертва? Что значит Он Спаситель? Что значит Он Спаситель? Где Он? Кого Он Спас? Человечество как было греховным, так и остаётся. Как было смертным, так и остаётся. От чего Он Спас? Что Он сделал? Почему утвердают, что Он Спаситель-то? От какой смерти? От какого греха? От какого проклятия? Где? Покажите! Это же важно, друзья мои, эти вопросы. Каждый человек, искренне интересующийся, даже не какой-нибудь враг христианства, ничего подобного. Мне приходилось, вот читая лекции в одном университете, я помню, ты корректор, после лекции мы с ним вот пьём чай, ректор университета, академик, Российская Академия наук, всё. Первый вопрос прямо задал об этом. Почему называете его Спасителем? Что он сделал? Вопрос. Мы же должны понять, что это такое. Вот, оказывается, какую лесенку мы с вами уже вынуждены будем пройти, чтобы немножечко поговорить об этом. А уже затем можем мы с вами говорить о том, что требует со стороны человека. Точнее, ещё даже сказать, что дал Христос этой жертвой. Вопрос о таинствах. И дальше, что от человека требуется для принятия этих плодов жертвы. То есть, о церкви поговорим ещё раз. Ну, и, как я сказал, о таинствах. Вот так. Вот такова примерно программа наша с вами. Вот, я просто объясняю вам сейчас картину, сам план, чтобы мы могли с вами, так сказать, ну, понимать, зачем мы и о чём говорим. Вот, итак, первое, я буду очень краток, насчёт природы человека до грехопадения. Вы, тут не требуется особенно распространяться. Святые отцы об этом говорят достаточно однозначно. Да, оно же Писание говорит, все добра зело. В общем, подавляющее большинство отцов говорит о том, что человек, то есть, не подавляющее, а все, что до грехопадения, и если бы не было грехопадения, человек был создан бессмертным, бесстрастным, нетленным. Вот, это, так сказать, единое утверждение. Я не знаю, вам стоит ли об этом даже приводить. Ну, вот, Семён Новый Богослов. Бог создал человека святым, бесстрастным и безгрешным по образу и подобию своему и так далее. Вот это, так сказать, утверждение, вам очень хорошо знакомое, здесь не о чем распространяться. Таковым был человек первозданный. Смерти не было, для человека не было смерти в раю. Вот. А вот мнение об изначальной смертности человека уже там, в раю, восходит только к древнему иудаизму. Уже Филон, вот Филон говорил, Александрий, скажу вам, знакомый, он говорил, что человек человек был создан смертным. А знаете, почему говорил? Вот логика, вот любопытно. А если бы не так, говорил Филон, то тогда чем же он отличался бы от ангелов, если он был бы бессмертным? Ну, понимаете, логика, это поразительно. Ну, чем? Ну, хотя бы тем, что человек тело имеет, а ангела нет. Понимаешь, Филон? Ангелы тела не имеют такого, какой имеет человек. Но это вопрос другой. Я просто вам говорю о его логике. Да. Вот. Из восточных отцов об изначальной смертности Адама учил только Фёдор Мапсуистийский, который был осуждён за тем, вы знаете. Ну, не за это, это, так сказать, мелочи. Вот так. Итак, вот что до грехопадения ситуации такова. природа человека после грехопадения. Не буду вам приводить, опять-таки, очень многого, потому что вы уже проходили это. Хочу только сказать, отметить следующее. Все отцы единогласно говорят, что произошло повреждение человека. В чём заключается это повреждение? В чём общее повреждение? Мне кажется, что лучше всего это выразил преподобный Максим Исповедник, подводя, так сказать, итог святотеческому учению всех предшествующих веков. Он назвал три основополагающих вещи. «Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества». Да, и святые отцы именно об этом и пишут, что он взял именно страстность, тленность и смертность. Одно только хочу объяснить, что, разумеется, под словом страстность. Тот же преподобный Максим Исповедник объясняет. Речь идет здесь не о греховной страстности, не о том, что у него были страсти у Христа греховные, нет-нет. Под страстностью здесь, разумеется, уязвимость к страданиям, страдательность, то есть, что мог страдать. И мы видим, как он страдал. Он и плакал в земной жизни, Он молился до кровавого пота, Он на кресте пережил страдания, равных которому трудно найти, когда даже воскликнул «Боже мой, Боже мой, вскуями оставил Иси». Вот это, вот что разумеется, под страстностью, то есть, то есть, возможность страдать, то есть, тело стало уязвимым, тело и душа стали уязвимым для страданий. Вот, что он разумеет под этим. Итак, я не буду больше умножать вам эти вещи, поскольку они очевидны. Так, после грехопадения человек стал смертным, он стал тленным, то есть, что такое? Он растет, говорят, растает маленький, юноша, мужчина, старец, гроб. Вот вам тленность завершающейся смертности. Вот так. Ну, а теперь я об этих вещах много говорить не приходится, а вот теперь давайте поговорим о более серьезных вещах, это понятие о грехе. Что такое грех? Здесь мы с вами, оказывается, найдем вещи очень любопытные. Вообще, если говорить в целом, то грехом в прямом смысле слова называется только то деяние самого человека, которое он совершает вопреки закону совести, если хотите, воле или заповедем Божьим, и, если хотите, даже и внешним гражданским, так сказать, законам. Ну, это неповиновение гражданским законам, оно входит, конечно, в область совести человека. Называют обычно две вещи. Это противление совести и Богу. Вот что такое является грехом в подлинном смысле этого слова. Но я вам хочу сказать, что, тем не менее, вот это слово грех, понятие греха, употребляется и в Священном Писании, и у Святых Отцов не только в этом смысле. Употребляется еще в других смыслах. И здесь, друзья мои, вот почему требуется образование. здесь нужно просто понять, какие есть еще другие смыслы, и читая и Писание, и Отцов, не перепутать их. Ибо в противном случае мы придем к совершенно ложным выводам, что, кстати, и произошло в западном христианстве, когда они под грехом поняли не то. И в результате изменилась у них сама концепция и даже понимание жертвы Христовой и отсюда спасения как такового. Так вот, одно понимание греха есть. Какое? Какое у них? Это вот это правовое или которое называют юридическое понимание. В чем оно заключается? Под грехом подразумевают нарушение закона Божьего. Я обращаю ваше внимание и делаю акцент на слове закона. Мы знаем, что такое закон. Юридический закон, гражданский закон, закон государства. Нельзя воровать, иначе что? За это получишь соответствующее возмездие. Нельзя нарушать даже правила уличного движения, поворачивать не в ту сторону, иначе заплатишь штраф. нельзя нарушать закон. Нельзя почему? Ну, потому что такой закон есть и все. Вот и почему. А если тебе удалось все-таки проскочить, ну, все и ничего. Все благополучно. Значит, ты избежал урона для себя. Вот это правовое или вот это правовое понимание греха. То есть, я нарушаю закон, данный от Бога. Почему Он дал, для чего Он дал, что Он делает для меня, это неважно. Поэтому задача какая? Не нарушить закон, чтобы избежать наказания. Потому что нарушение закона ведет к этому. Субтитры создавал DimaTorzok